Приветствую каждого игрока, а то еще до статиста на моем канале, с вами Зав, и сегодня у нас новый танчик, новый танчик на этот раз десяточка, десяточка которую закинули в продажу сегодня, да давайте посмотрим что же это за десяточка, а десяточка это 121б, на самом деле 121б среди десяток считается самым большим аутсайдером, и его абсолютно не так. Но мне танк почему-то нравится, несмотря на все вот эти пререкания, на то что у него хреновая статистика, на то что он там не тащит, все равно он мне почему-то симпатичен, может быть мне нравится его камуфляж, потому что в легендарном камуфляже он смотрится прям бомбезно, прям вот машина для нагиба, ну посмотрите только на этот золотой камуфляж, ну вообще очень круто, это еще на то время создавали камуфляжи, когда их не делали в PBR модели, вы представьте что будет когда этот камуфляж переведут в PBR модели. Он же будет вообще волшебно смотреться на этом танке. Ну ждем и верим. А вот без камуфляжа он конечно смотрится блекло. Тем более предложение за 15 тысяч золота. 15 тысяч золота за десятку я считаю это очень круто. 25x5 к сожалению только на 121b, но тут уж ничего не попишешь. Пускай будет хотя бы так. Можно формануть свободного опыта и это уже какой-никакой плюс. Ну и плюс оборотку положили, а это 3 миллиона кредитов, что тоже приятно. Давайте посмотрим не обманывают ли нас разработчики с ценой. Пройдемся по ценам прошлых лет. И начнем мы вот с такого предложения. Правда похоже? Да, оно и есть. Но это от 21 января 2022 года. То есть было точно такое же предложение буквально полгода назад. Смотрите, здесь у нас предложение от 22 ноября 2021 года, но это была черная пятница и здесь его предлагали за 12500. Вот это самое дешевое появление танка вообще во всей истории. И в принципе десятку за 12500 рвать это прям великое дело. Те кто не купили на прошлую черную пятницу, конечно, ну что я могу сказать? Ну зря, зря. Все-таки десятку за 12500 продают очень редко. И в принципе, когда вы видите десятку за 12500, если у вас есть эти 12500, советую их все-таки потратить. Дальше у нас предложение от 25 июня 2021 года. И здесь уже предложение опять-таки за 15000 золота. Тот же самый набор, тот же самый аватар, тот же камуфляж, те же 25x5. Вообще все то же самое. То есть год назад 121b стоил ровным счетом столько же. Теперь предложение от 12 августа 2020 года. Уже перенеслись на 2020 год. И здесь мы видим что? Тоже самое предложение, разве что здесь эксперток нет. Ну видимо в тот момент их еще вообще не было в игре. Но тем не менее, за 15000 вы получаете и танка, и камуфляж, и оборудование. А что еще нужно помимо этого? Согласитесь? Ну и поехали дальше. Еще посмотрим на одно предложение. Это уже от 17 января 2020 года. И здесь продавалось полностью пустое предложение на 121b. Но тоже за 15000 золота. То есть 15000 золота это стандартная цена на 121b. И один раз его продавали на черную пятницу за 12,5. Я считаю, что с ценой нас особо не обманули. Давайте проверим компенсацию. Смотрите, здесь 5 900 000 кредитов компенсация. Сейчас посмотрим, какая компенсация у нас в этом предложении. 5 900 000 кредитов. Замечательно. Значит в цене, в стоимости по кредитам танк не упал. Отлично. С этим разобрались. В принципе с ценой все понятно. Ну а теперь давайте закатимся немножко в бой. Посмотрим, как себя чувствует в бою данная машинка. Из характеристик, которые есть у этого танка. У него все более или менее среднее. То есть у него нет какой-то выделяющейся фишки. То есть он там не супер быстрый. Не супер ДПМный. Не супер пробивной. Не супер точный. Не супер там увейнистый. Нету вот у него вот этой фишки. У него все среднее. То есть это вот максимально усредненный танк на 10 уровне. Может быть за счет этого у него как бы и нету особой толпы фанатов. Плюс у него достаточно низкий процент побед. Что меня действительно удивляет. Потому что танк на самом деле это неплохой. Слушайте, давайте-ка я метнусь. Вот просто ради интереса на СТ-шный фланг. Вообще, если туда кто-нибудь поедет, то это будет прям неожиданно. У нас имеется на борту 3460 единиц ДПМов. И я бы сказал, что это неплохо. У нас 6 градусов УВНов. И этого, видите, вот не хватает. 350 альфы с выстрела. 350 это лучше, чем 310. Но вот сейчас у нас вылетела какая-то минимальная альфа. И это было обидно. Слушайте, я очень себя комфортно сейчас буду чувствовать. Походу сюда никто не поехал. То есть мне остается только отстреливать супостатов. Единственное, что мы по ним не попадаем. Ну сейчас мы начнем попадать. Да что ж такое. Прям в фальшборд залетел. Ну то есть, видите, круг сведения довольно-таки большой. И я не могу прям выцелить какие-то уязвимые части у этого танка. Давайте сейчас перекатимся чуть ближе. Может быть получится отсюда как-то пострелять. Там у них 2 ПТшки, но они меня в принципе не видят. Давайте сейчас. Ой, блин. Бабуля, ну шо ж ты так за камень-то заехала. Да, не получается у меня нормально реализовать данный танк. На самом деле неожиданность была для меня. То, что я останусь один на СТшном направлении. Точнее, респанусь один. Прям в красное летит. Вот сколько не стреляю, прям в красное. Да, первый бой, конечно, не украшает данную машинку. То есть я тут стою, как бы настреливаю. Вообще никакой опасности. Я не испытываю стоя на данной позиции. Но, пожалуй, пора менять место дислокации. Я смотрю, противники тут умирают. И нам как бы нужно выдвигаться уже вперед. Поехали вперед. Попробуем продавить направление. Может быть у нас получится. Потому что тут в принципе уже все предрешено, на мой взгляд. Вряд ли 2 Е100 как-то смогут изменить ситуацию в этом бою. На самом деле бронепробития у нас вроде как и достаточно. 245 миллиметров. Я бы не сказал, что это мало. Или этого не хватает. Просто как-то снаряды летят нынче. Очень странно. Очень стрёмно. Сейчас я его на гусельку поставил. Очень много опыта заработал. Чисто за счёт асиста. Давайте этого тоже парня на гусеницу поставим. Может по нему тоже постреляют. Что-то они не хотят стрелять. Ну что ты пушку выстав... Господи, сколько всего происходит в этом бою, что я не могу настрелять урон. То есть то пушку подставят, то туда подъедут, то сюда подъедут. Ну это приколы какие-то. Просто реально приколы. Давайте его на гусеницу опять поставим. Может быть его всё-таки начнут убивать. Рикошет от задницы. От задницы! Нет, я понимаю, что там красная задница. Но ё-моё, сколько можно попадать по этим задницам? Видите, 6 градусов УВН нам не хватает для того, чтобы нормально настреливать по этому опыту. Я не знаю, что там пацаны так долго стоят. Кого они ждут? По идее вот заехал, закатил, всё, расстрелял. И смерть, 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 смерть. Я вот тут стою вообще, вольготно настреливаю по нему. Пацаны там кайфуют. У них там всё нормально. Давайте забирать уже этого парня. Ну и всё. И вот вроде как бы абсолютно неудачный бой для данного аппарата. И всё равно мы 3000 урона свои сделали. И почему аппарат плохой, я вот не знаю. Ну да, действительно, точности мне не хватало, когда я с дистанции бил. Но на света 1000 мы сделали. 3000 урона мы сделали. 3000 не очень много, конечно. Но для десяточки, в принципе, достойно. 65 тысяч кредитов свои зафармили. Ну то есть тоже, что неплохо, согласитесь. Ну и где мы тут? Ну, на втором месте. Почти в топе, почти в топе. Смотри-ка, зомби с каким-то сражались. Ничего себе. 71% у парня. Опа. А тут 121б какой-то его разнес. Бывает же ситуации, да? Давайте перед следующим боем я покажу немножко вам табличку. Потому что не хочу прямо в бою это делать. В бою это немножко чревато. Значит, вот по поводу ДПМа. Не самый лучший, но и не самый худший. Допустим, у какого-нибудь АМХ-30б, у Объекта 907, у Е50М. Он будет похуже. Понятное дело, что у Леопарда или какого-нибудь Паттона он будет точно получше. Но этого ДПМа, на мой взгляд, хватает. 200 единиц это, конечно, плохо, но не критично. Это не так сильно чувствуется. Но, тем не менее, ДПМ у него не самый лучший. Опять-таки, альфа 350 единиц. Это неплохо. Я считаю, что это достаточно неплохая альфа. 245 пробития. Ну, как бы, не самое лучшее, как я сказал. Но и не самое худшее. Есть аппараты, у которых меньше бронепробития. Но все равно, этого хватает. 245 миллиметров это не то, чтобы мало. Сведение у нас, в принципе, неплохое. Одно из лучших на уровне. То есть, сводился я довольно-таки быстро. И разброс не то, чтобы прямо жуткий. Допустим, у какого-нибудь 62-го он, естественно, будет получше. У какого-нибудь Е50М он, естественно, будет получше. Но это не самый плохой разброс на уровне. Допустим, М60, опять-таки. Или какой-нибудь Паттон. Они имеют хуже разброс. И это чувствуется. Это реально чувствуется. А вот 6 градусов УВНов, это, конечно, говно. Это явно минус для данного аппарата. И 6 градусов УВНов зачастую вам не хватает. По скорости. Мы набираем скорость достаточно быстро. 26,5 лошадиных сил на тонну. Это достаточно неплохой показатель. Но, опять-таки, это очень средний показатель. Вот банально посмотреть на все эти СТшки. Мы увидим, что это где-то на середине. И это не то, чтобы супер круто. Но и не то, чтобы охренеть как плохо. Это просто средний показатель на уровне. 56 скорость максимальная. Это тоже такой усредненный показатель. Да, есть аппараты, которые будут побыстрее. Есть аппараты, которые будут явно помедленнее. Но все равно, опять-таки, 56 это усредненный показатель. Кстати, 20 назад это очень неплохо. Конечно, есть аппараты, у которых все получше. Но, тем не менее, 20. За это респект. Касательно доходности. Наш аппарат является одним из лучших на уровне по доходности. И реально на нем можно как бы фармить. Да, для десяток это противоестественно фармить. Но все-таки у них иногда получается. И, то есть, 121b для этих целей, в принципе, подходит. А вот по проценту побед, как я и сказал, он один из худших. Реально, 52% практически. Ну, 51,9. Это худший показатель даже среди прокачиваемых танков. Только посмотрите на все СТ-шки на эти. Видите, да? То есть, ни у кого, ни у кого нету показателя хуже, нежели у нашего аппарата. Поэтому он считается одним из худших на уровне. Давайте закатимся во второй бой. И посмотрим, как у нас получится во втором бою реализоваться. И мы попали на карту эшелон. Давайте попробуем продемонстрировать максимальную эффективность в данном среднем танке. Среднем не потому, что он относится к СТ. А потому, что он максимально усредненная машинка среди всех десяток СТ-десяток. Ну что, попробуем поехать куда-нибудь, наверное, на С. Поперестреливаться там. Если там не получится, перекатимся где-нибудь на центр. И постреляемся уже с противниками с центра. Хотя можно сразу было, в принципе, на центр попытаться перекатиться. Слушайте, за нами тут едут два помощника. В принципе, с этими помощниками можно что-то сделать. Давайте попробуем. Ага, один помощник решил меня подтолкнуть. Молодец, красавчик. Так, уже чувствую братскую помощь. Так, там бабаха светится. По ней бы пострелять. Прекрасно, четыреста двадцать альфы вылетело. Вот еще бы мне пятьдесят четверка не мешал. Вообще было бы замечательно. И вообще было бы прям супер. У Венов хватило, но прям вот еще бы чуть-чуть, и мы были бы в заднице. Видите, что-то танкуем. То есть, на самом деле, аппаратом без брони он не является. Конечно, он не предел мечтания в танковании, но что-то вытанковать он определенно может. Вот опять-таки, шесть градусов Венов, то, о чем я и говорил. Но танкуем как не в себя прям. Такого хорошего танкования я у него давно не припомню. Еще должен сказать, что у данного аппарата очень слабая БК. Очень слабая БК. Нет проблемам. С этой БК, к сожалению, происходят частенько такие конфузы, что вы прям с полным ХП можете просто отвалиться из-за того, что по вам солидную плюху кто-то отвесил. Ну что ты делаешь? Ты думаешь, я тебя не пробью? Ты думаешь, ты от меня как-то избавишься? Нет, не в этот раз. Давайте еще этого пацана заберем. И все, вроде как расчистили. Максимально средняя СТ-шка сделала все по красоте. Все расчистила. Осталось только разобраться с кем там. С Бабахой и с Вафлей. Вафля наверняка на СТ-шном фланге. Вот здесь вот где-нибудь тусуется. Сейчас мы ее как-нибудь высветим тут сверху. Попытаемся отсюда как-нибудь ее подсветить. И потом будем раздавать ей. Либо они обе с Бабахой тусуются с той стороны. Но это максимально тупо. Слушайте, походу там тусуются оба. Давайте кинем ее просто так. Не знаю, залетела, не залетела. Надеюсь, что залетела. Подъедем поближе. И сейчас дадим наконец-таки свет по этим пацанам. Ага, вот и нашелся. Нашелся Бабахин. А СТ-шка вообще поехала куда-то туда. Ну, под Бабаху я тут подставился. Как бы прятаться даже не пытался. А вот то, что там у Вафля оказалось. Это, конечно, неожиданно. Вафля еще со стоковой пушкой. Интересное решение. Смотри-ка, бронепробития на Бабаху не хватило. Зато сколько на света нам дали. Ух. Ну, раз ты со стоковой пушкой, то поеду на тебя упарываться. Почему бы и нет? Ты все равно меня не заберешь. Ээээ, ну че вы его забрали? Ну, тем не менее, 1809 на света. Вот так вот. 3463 ДПМа. Это реально не такая большая разница, как там 3600 или что-то такое. Да, это, конечно, плохо. Первую степень мы все-таки получили. Но этого все равно хватает. В любом случае хватает. Ну и поехали в последний бой. Давайте последняя заруба. В превосходстве. На фарте. Точно, забыли про бронирование поговорить. Бронирование у данного аппарата, в принципе, какое-то имеется. Ну, как у любой СТ-шки. Какое-то, да? Башня, вроде как, имеет неплохие миллиметры. Да, тут по 240 миллиметров. При приведенных значениях 260 и больше. И, в принципе, это может танкануть. Даже Бабаху иногда танковал на данном аппарате. Но не всегда. К тому же есть такие ушки. Да, вот эти две башенки. И они пробиваются прям на изи. Точка бронепробития прям самая простейшая. В них выцеливают все, кому не лень. Ну, а если не выцеливают сюда, то всегда есть корпус, который можно тоже насывать по полной программе. Потому что корпус имеет всего 120 миллиметров. И приведенные значения не то, чтобы прям крутые. Там около 200 миллиметров получается. НЛДшка, полный картон, там 80 миллиметров. И это бьется вообще на изи всеми и отовсюду. Если вы подворачиваете, то, в принципе, вы можете танкануть. Тут больше 300 миллиметров получается. Но кто будет кидать в ЛД, когда у вас есть картонный борт. И в этот борт спокойно залетает. Борт, кстати, 80 миллиметров. И, в принципе, под неплохим углом. То есть, если вот так вот выкатываться от здания, то у вас получается здесь плюс-минус 300 миллиметров. И этого хватает для того, чтобы танкануть. То есть, от борта играть, в принципе, можно. Плюс есть вот этот маленький кусочек, который пробивается. Но в него еще нужно знать, что можно попасть. И если умные враги, то они, естественно, туда закинут. Сказать на заднице у нас 60 миллиметров. И это бьется, конечно же, даже фугасами. То есть, если вашу жопу увидит какая-нибудь ПТ-шка. Или тяж с хорошим бронепробитием. То, естественно, вам засандалят сюда какой-нибудь сочнейший фугас. А вот у СТ-шек фугасы покидать зачастую не получится. Ну, кроме какого-нибудь Викерса. И то он ЛТ-шка, да. Сюда тоже можно пробить, кстати, посередине башни. Тоже 60 миллиметров. Но сюда редко кто-то кидает. Гораздо проще кинуть просто в заднюю часть корпуса. Ну и на этом секреты бронирования данного аппарата, в общем-то, заканчиваются. Максимально усредненное бронирование. Попробуем еще раз реализовать данную машинку. Для того, чтобы я снова сказал, что она вроде как прикольная. Но, к сожалению, не у всех получается на ней отыгрывать как надо. Хотя, по большому счету, все у нее в порядке. Просто по эффективности она на дне. Да, потом скажут. Ой, зав расхваливает убогий аппарат. Фу-фу-фу. Как ты мог расхваливать эту убогую машинку, которая на самом деле не тащит. Ну, вот как-то так. Если вы не верите, что она в моих руках тащит, я вам покажу свою статистику на данной машинке. И в моих руках она реально чувствует себя очень хорошо. Но рекомендовать, наверное, к покупке я все-таки его не буду. Вот вроде и хочется порекомендовать. Но потом же скажут. О-фу, какое ты говно нам порекомендовал. Почему именно эту машинку? Ежи Т-22СР. Вот это аппарат для нагиба. Или что-нибудь еще. Какую-нибудь другую СТ-шку представят. Там Е-50М. Вот на нем я прям гну. И Е-50М действительно достойный аппарат. На нем действительно легко гнуть. Вот сейчас я две плюхи словил. Хотел и Викерса, и Ягу подловить. А в итоге получилось, что словил от обоих поприлетные плюшки. А вот сейчас, кстати, мы можем вполне проиграть. Там 121 ВЗ приехал. И наши что-то как-то подслились. Очень жестко подслились. И нас тут как бы окружают. Там вон БК кому-то вынесли. И мне уже деваться особо некуда. Тут надо было перекатываться до этого. А я тут уже все, никуда не уезжаю. У нас ИС-8 там, конечно, круг сделал. И все. Нас просто выдавили. Просто выдавили всю команду. Очень быстро этот бой закончился. Да, в таких боях, вот как раз таки, 121 ВЗ не решается. Но тут я боюсь, я не знаю, на чем нужно было играть, чтобы что-то тут решить. На чем бы я здесь не играл, я бы здесь ничего не решил. Ну давай, ИС-8, отправляйся в ангар. И давай мы уже посмотрим еще раз на предложение. И подведем итоги по нашему предложению. Заодно я хочу посмотреть на нашу команду. Как наша команда выкладывалась. Насколько хорошо они отыгрывали. Ну то есть 1300 урона я сделал. Давайте посмотрим. И это практически в топе. О, два фаша. Сразу видно киберспортсмены. Давайте посмотрим на их процент побед. 48 и 52. Ладно, видимо, просто судьба такая. Да, кстати, я обещал процент побед показать свой на данном аппарате. Так вот, у меня 72% на 120 боев. Не так уж много боев, не такой уж большой процент побед. И тем более средуха такая себе. 2400 это вообще, считайте, не средуха. Хотя, для меня это, наверное, более или менее достойная средуха. Не, у меня и 2600 есть. Но этот аппарат, он у меня давно. И у меня просто на нем получается играть по какой-то причине. Не знаю по какой. Поэтому я его все-таки немножко люблю. Так, ну и давайте, конечно же, еще раз попытаемся подвести итоги. По нашему предложению. Предложение, в принципе, дешевое. Где оно тут? Где этот аппарат? Да, вот. Предложение, в принципе, дешевое. Значит, купить его, в принципе, выгодно. 15000 голды за десятку, это не то, чтобы много. Я бы даже сказал, это мало. Приятно купить десяточку себе за пятнашку. А не за какие-то там 20-25 тысяч. Но это будет не какой-то супер на гип-аппарат. Это будет просто хорошая стэшка. Усредненная стэшка для 10 уровня. Если вас смущает то, что у нее плохая статистика. То, что на ней не все могут нормально отыгрывать. То тогда забудьте про это предложение. И просто ждите следующее. Может чернопятничное предложение. Или просто когда он понизится в цене. Или может вы хотите его купить вообще в новый год. В новый год он тоже продается. И зачастую тоже дешево. Может спуститься цена даже до самых минимальных значений. Ну, хотя до минимальных, наверное, не спустится. Но может спуститься цена. Тем не менее, может спуститься. Так что подумайте трижды, четырежды. И примите правильное решение. Все-таки брать вам этот аппарат или не брать. Я его, наверное, не советую все-таки брать. Или не советую тем, кто плохо справляется с стэшками. Потому что, опять-таки, аппарат не всем приходится по душе. Ну, если абстрагироваться от объективного мнения, которое я вам дал, что аппарат не стоит брать. То мое субъективное мнение, что аппарат клевый, на нем интересно играть. И я люблю его выкатывать. И, в принципе, у меня очень неплохо на нем получается. Поэтому всем советую, вот чисто от себя лично, всем советую данную машинку. Просто попробуйте. Может быть, вам она тоже зайдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о данной машинке. Все-таки интересно посмотреть отношение моей аудитории к одному из самых любимых моих аппаратов. СТ-аппаратов на 10 уровне. Желаю всем хорошего дня. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok